Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, хотел обратить ваше внимание на то, что сейчас происходит на границе Украины, Польши, не только там, и Венгрии и так далее. Сейчас очень большие очереди на границе, люди едут назад, люди возвращаются домой, люди наелись иммиграции Польши, Германии. Кто просидел месяц, кто просидел там два месяца, возвращаются назад. Я не знаю, будут они еще, выезжать не будут, но уже скорее всего вряд ли. Вот те районы, которые уже освобождены от расистов, я думаю, люди займутся восстановлением своего жилья, восстановлением квартиры. Вы все прекрасно знаете, в каком состоянии это все осталось после того, как мы оттуда вышибли оккупантов. И там работы непочатый край, и капиталовложения нужны, и так далее, и так далее. Короче, я думаю, что люди сейчас будут возвращаться очень сильно в Черниговскую область, Киевскую область и так далее. Интересен еще один момент. Вот из Польши, из Германии, там где они еще были, в Венгрии, наши были очень много, в Чехии, в Словакии, боже, я перечислять долго. Люди как уехали, так сейчас и едут домой. То есть, сейчас огромное, сегодня по состоянию на утро, там по тысяче автомобилей стояло легковых на въезд в Украину. То есть, поехали. Вопрос в другом, вопрос у меня по тем людям, которых насильно вывезли на Россию, в этот ГУЛАГ и в концлагерь. Дело в том, что они там попадают в какие-то концлагеря на России, и у них забирают документы. То есть, это не Европа, это не Германия, это не свободный мир, да, где люди захотели приехали, захотели уехали, захотят еще раз поехать, захотят еще раз уедут. Это их личное дело, у нас безвизовый въезд. Это Россия, это тюрьма, это ГУЛАГ. И туда людей завозят насильно. Соответственно, они выкрали очень много людей из Мариуполя, они выкрали очень много людей из Донецкой области. Вот прямо сейчас они украли очень много детей. То есть, Россия занимается государственным терроризмом и воровством людей. И у этих людей забирают паспорта, заставляют брать их в руки какие-то никуда не годные российские бумаженцы. И что самое страшное, очень многих заставляют брать в руки российские паспорта. Сами понимаете, что взяв в руки вот этот паспорт жуткий, российский, красный, да, с серпом и молотом, или с курицей, чем у них там, я не знаю, у них же все назад, с курицей на серп и молот лезет. Этот человек становится таким же рабом, как все россияне. Он уже никуда не может поехать, он должен постоянно находиться в России, он должен строить коммунизм, или что они там уже строят, я не знаю. Но фашизм, у них сейчас, по-моему, плавный переход коммунизм, фашизм, хотя коммунизм и фашизм есть одно и то же. Короче, он становится строителем путлеризма, фашизма, гегемонизма, еще чего-то, и уехать он. Вот о чем я. Они уехать оттуда больше не могут. Не могут. Как из России бежать? Куда бежать? Как бежать? Понимаете? А туда российские фашисты вывезли насильно, одни говорят 500 тысяч, другие говорят 800 тысяч людей. Среди них больше 100 тысяч детей, которых просто похитили, украли и то ли на органы их пустят, то ли будут их ассимилировать в каких-то семьях российских алкоголиков. Ужас. Ужас и кошмар. То есть, ребята, ситуация такова, что если меня кто-то слышит, бегите оттуда, бегите, потому что в России начинается раздрайв, в России начинается развал, разлад. Все прекрасно понимают, что там сейчас не за горами голод, и это такая страна, где никак невозможно спастись. Оттуда надо бежать. Посмотрите на СССР 89-90-го года, и вам все станет ясно. Причем СССР 89-90-го годов, это вариант лайт, по сравнению с тем, что сейчас будет на России, вот в 23-м, я думаю. Это начнется уже летом, вот сейчас. И дальше покатятся по наклону, а дальше будет уже, знаете, как грузовик, который под горку летит. Точнее, с горки. И все, там уже он сносить будет все на сети. Поэтому, если вас каким-то образом насильно вывезли на Россию, бросайте все. И вплоть до того, что как угодно, раком, боком с раком, переходите там эстонскую. Понятно, что в Украину вы не перейдете, потому что тут сложно. Хотя есть, в Харьковской области уже можно перейти в Черниговской области, можно как-то бежать оттуда. Вот, бегите, бегите, бегите. Понятно, украинская граница, она заминирована частично и так далее. Но, вот граница с Эстонией, Латвией, Литвой, бегите хотя бы туда. А потом вы сможете вернуться домой. Слава Украине!